ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Фролин. Мужская комната, дальше по коридору. В женской интереснее. Эй, ребята! Отпустите! Ну, ну, отпустите! Ну, что вы делаете?! Ну, ты чего? Это же традиция такая, воровать невесту. Просто традиция, понимаешь? А нет такой традиции, чтобы невеста была в чистом платье? Или чтобы у нее не было синяков на руках? Или это экстравагантно? Общество не поймет? Да перестать. Да, перестарались. Ну, не со зла же. Выпили немножко. Ну, свадьбе же. Ну, Антошенька, ну я просто испугалась. Так, а все молодожи вам дойдут! Что за дела? Куда здесь? Вот, где они? Так, быстренько, быстренько! Всем ищем молодожанам! Кто первый находит прийс! Угу. Стой. Дай мне руку, дай мне, сгоню. Поздравляю вас от нашей гостиницы и от себя лично. Угу. Ты подожди, ты подожди. Вот так вот, давай, опа! Смотри, что я не упала! Ты подожди, ты подожди, я уйду с ним от молча. Оп! Надеюсь, они уже проснулись. Ты видел вообще? Я с такой бы и не ложился. А я бы ложился, я бы ложился, я бы вставал, я бы садился, я бы ложился, я за разнообразие. Но все-таки жену Антохину тряпли. Давай, пора уже подъедем. Эй, Антоха! Антоха! Молодые люди, не шумите, пожалуйста! Эй! Антоха! 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 Эй! 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 Вставай! Эй! Чего ты развлекся? Давай, вставай, ну! Слышь, ноги льденющие вообще. По-моему, они не мертвые. Слыш sudden dead. Редактор субтитров П잎o definya. Субтитры подогнал «Симон» Если бы сейчас мне было лет 13, меня бы охватило жгучее желание тебя обнять. Почему этого желания у тебя не возникает сейчас? Смотря что ты мне расскажешь. А я что-то должен рассказать? Непременно. Ну, например, как ты жил в диких племенах, участвовал в дальних экспедициях, и мотался несколько лет по свету. Галтянский трепло. Это все, что он мне рассказал, после того, как я привела тебя в наручниках. Я строил этнографическую картину своей жизни. Разучил танцы, заклинания местных шаманов. И чем закончились поиски танцевальных истин? Ну, я практически достиг истины. Тут вмешалась реальность, правда, и вернула меня на землю. Я поняла. Ты уговорил главную шаманшу, но тут пришел главный племенной мужик. Нет. Медитировал на рассвете в Гималаях, и в это время случился вселенский катаклизм? Да. Катаклизм был первым. А потом все-таки пришел племенной мужик? Нет. Мужик свалился с него. Да, Вячеслав Дмитриевич. Нет, я не заказывал пиццу. Угу, проходите. Читали? Проходите. Ух ты! Свадьбу убили. Да. Они не будут ссориться из-за тапочек. Точечное кровоизлияние, соединительную палочку глаз. Причиной смерти могла стать асфиксия или спазм легочных мышц. Но следов удушения нет, и подъязычные кости тоже не сломаны. А Анна Николаевна где? Не докладывалась. А что, они в поцелуи могли задохнуться? Причины смерти естественные. Ну, это первое, что пришло в голову. Хотя я не стал бы останавливаться на этом варианте. В итоге, сказка, жили счастливо, хоть и недолго, и умерли в один день. Знаешь, иногда так хочется настоящей любви. Вот из-за таких желаний вот так все заканчивается. Какие варианты у нас? Слушайте, у жертвы свежая гематома на руке. Надо вот с этим как раз и разобраться. Хорошая идея, главное свежая. Иди в коридор, допроси, кто там остался. Все здесь? Да, все. Что? Что вы здесь тянете? Это Витька Фролин. Я точно знаю, это он. Арестуйте его, это он, я точно знаю. Успокойтесь, пожалуйста. И кто такой этот Фролин? Да, не уберегла. Это он, больше некому, понимаете? Арестуйте его. Я арестую только тогда, когда пойму, кого присядет. Да это убийца. Дело. Успокойтесь, присядьте, пожалуйста. Спасибо. Витька Фролин с сыном еще в школе встречались. В школе вместе, после школы вместе. У них в парке даже своя скамейка была. Пожениться, а я ее отговариваю. Витька вступительный завалил, его в армию тут же загребли. Короче, инка за полгода до Витькиного дембеля встретила Антона Борисова и сильно улюбилась. После возвращения из армии Фролин попытался вернуть Инну. Один раз увидел ее с Антоном, так ему навалял здорово. Ну, а потом привыкли как-то. Их даже вместе видели втроем. Утром мы пришли будить молодых. Витька с нами. Камера наблюдения на этом этаже сломалась за три дня до свадьбы. Вот ее никак не починят. В общем, никто этого Фролина с утра не видел. В принципе, все понятно. Разбушевавшийся десантник убил обоих. А, а на запястье у нее были синяки, потому что ее похищали. Ну, как невесту. Ну, скорее всего, да. Хороший у нас обычай. Ну что, вызываем наряд Фролину? Пойду я. Не буду мешать вам убираться. Чего? Куда? Ну, если горничная за вас вашу работу делает, почему вы не выполняете за нее? Вон там пыль на шкафах. Следы парафина повсюду от свечей. Ты о чем? Горничная считает, что убили из-за того, что женились. И абсолютно с ней солидарен. Но не Фролин. А кто? Надо спросить у горничной. Кто прислал? Доставили с курьером. Срочное отправление. Данные отправителя не указаны. Гостиница Министрель. Иногда буквы оживают. Страница 14. Михалыч, здравия желаю. Шепни по старой дружбе, у вас там в гостинице Министрель никаких происшествий не было. Молодожены, брачная ночь. С меня причитается. Срочно вызови ко мне Марию. В этом городе, если у тебя нет мигалки, считай, что нет машины. Так что приходится сигать дворами, как пешеходы. Пешеходы в данном случае сигали от тебя. Обычно они не такие юрки. Ну да. Спасибо тебе за кофе. Это было сказочно. Обращайтесь. Пока. Пока. Это тот самый хакер Стив. Ну, друг нашего Фрейда. Но он совсем не такой, как наш Фрейд. Наш. Не надо обобщать. Ну, я не претендую. Этот Стив пригласил меня на чашечку кофе. Сказал, что знает, где лучший кофе в мире. В общем, знаешь, где это? В его постели. Нет. Самый лучший кофе в мире в Париже. Париж? Это та кафешка в Ботово? Нет. Париж – это столица Франции. Он взял билеты с разницей в 12 часов. То есть мы и кофе успели попить и вернуться. Красиво? Да, красиво. Но непрактично. Так я на работу успела бы. Просто я в пробке из аэропорта простояла дольше, чем в Париже пробыла. Стив говорит, что если у тебя в Москве нет мигалки, значит, у тебя нет и машины. Извини, мигалки я не выдаю. А это что? Фрейд наконец-то разжился на ухаживании? Это ратник. Похоже на апперитив кофе. Все. Работаем? Нельзя, да? Ты в ручку мне тут не валяй. Брачная ночь кончилась. Любовь обернулась трагедией. Их обнаженные тела, так волновавшие обоих еще шесть часов назад, осматривались парой небритых криминалистов, привыкших видеть и не такое. Ну? Твоих рук дело. Ну, конечно, еще Кеннеди я убила. Шутки шутишь? Романчики свои решила порекламировать. Подожди, я, я, конечно, очень люблю деньги. Ну, свободу я люблю гораздо больше. Слушай, ты думаешь, что я вот к этому имею отношение? Нет. Нет! Ну, ты же профессионал. Ну, может быть. Зависит тем, что у меня появился подражатель. Скорректируем, что ли, мою пиар-компанию? М? Итак, ищем Фролина. Если он не объявится ни дома, ни на вокзалах, аэропортах, будем объявлять федеральный розыск. По наружке. Глухо. Фролина нигде нет. Ну, готовь документы на розыск. Да. Все, уже нашли. Фрейд? Я с тобой. А Виктор Иванович, оперативника, организует нам наряд. В кармане. Алло. Добрый день, это Сысоев. Вы уже слышали? Ну, как же без нее? Да, обязательно она ответит на все вопросы. Приходите. Алло. Да-да, хотели бы пригласить вас. В девять, там же. Да-да-да, может сказать, что это... Будет второе рождение ее романа. Уже завтра. Все газеты сорвутся с цепи. Вы должны быть первыми. Ждем. Обязательно пришлем вам приглашение. Да, это Сысоев. Конечно, она лично расскажет вам все подробности, как создавал роман. Алло, да. Если не придешь, убью. Конечно, дорогой, но ты первый, первый берешь интервью. С тебя, Могарыч, согнал тебя, барзописцев. Довольно? Очень. Роман Витальевич, подъем. Доброе утро. Кто не будет? Ты как его нашел? Витя плюс Инна, ты все скамеечки в городе проинспектировал? Я что, один протокол допроса читал? Там же свидетели сказали, Фролин и Инна имели свою любимую скамейку в парке. Этот парк ближайший. Несчастные влюбленные всегда пьют в таких местах, где были счастливы. Собираем вот этого товарища. А этот сам дойдет. И то это, у него есть тялюбия. И ты ему веришь? Да, потому что счастливые влюбленные никогда правды не скажут, брешут. А несчастные всегда говорят правду. Вот я тебе когда-нибудь врал. Никогда? Вот. Потому что я считал, что я безнадежный влюбленный. Я несчастный влюбленный. Поэтому я не врал. Девочки, вы не могли бы отвернуться? Доброе утро. Доброе утро. Бесспорное заявление. Есть новости? Есть. Фрейд был прав. Бесспорное заявление. Мы проверили Фролина, он действительно ни при чем. Есть свидетели. Олег проверяет сотрудников гостиницы. Ну-ка, свидетели поподробнее. Это сторож парковых аттракционов Дьяченко Владимир Дмитриевич. А в ночь убийства он затащил пьяного Фролина к себе в сторожку, чтобы тот не замерз. И сторожил его всю ночь? Нет. Всю ночь они выпивали и обсуждали несчастную любовь Фролина. А по времени получается, что сразу после этого Фролин пошел будить молодоженов. Понятно. Фрейд, алкоголь не только фредит твоему здоровью, но и обеспечивает алиби подозреваемому. Я бы разделял эти понятия. Ему он обеспечивает алиби, а мне он обеспечивает вред для здоровья. Да, ой, ой, ой. Да перестань. Можно подумать тебе в тягость коньячку выпить. В тягость? В тягость. Я пью от безысходки. Честно говоря, мне надоело, что ваше отделение постоянно меня использует в качестве штатной подсадной утки. Десантник этот. Десантник он-то какой резко. Как какой? Ты видела, как он пьет? Нет. Поэтому исключительно от безысходности. Вы ничего подозрительного не заметили в ночь убийства? Да нет, ничего подозрительного. Все как обычно. Ну, что я могу еще вспомнить? Ну, две швабры за последнюю неделю сломались. Никогда такого не было. У нас целую неделю жил один постоялец. А прописан он в Москве. Секунду. Вот Филимонов Игорь Николаевич. А адрес у вас есть? Да. Думал, что поживет денек, будет барышню водить. Но ничего, неделю позже он сегодня выписался. А в каком номере он жил? В двенадцатом. На том же этаже, что и молодожены. Спасибо. Я на секундочку. Ты что делаешь, ты? Орешкин. Красный уголок. Я тебе миллион раз говорил, что не намерен лишний раз рисковать своей жизнью. А аллергия в сочетании с похмельем это чересчур. А на телефонные звонки у тебя легенит? Нет. Привет. Хочу поблагодарить тебя за этот чудесный букет. Он мне очень понравился. С удовольствием. Надеюсь, ты знаешь, где подают самый лучший в мире кофе? Только бери ему без кофеина. Иначе ты можешь спровоцировать гипертонический кризис у своего любимого ратника. Я позвоню, как закончу работать. Целую тебя. Да? Постояльцы гостиницы привезли. Уже иду. А тебя я могу пригласить. Только в допросную. Дома ремонт, ванная и на кухне. Нанял строителей. Пришлось в гостиницу переехать. Чем выбрали именно эту гостиницу? Она рядом и недорогая. Вы знали Антона и Инну Борисовых. Это убитые молодожены? Да. Нет, никогда их не видел. А вы случайно не страдаете молодоженоманией? Ну, вот, предположим, от вас когда-то сбежала невеста. И с тех пор на фоне такой нервной драмы каждый раз, при каждом родном случае, вы убиваете молодоженов. Я должен отвечать? Нет. Доктор химических наук, жилплощадь обеспечен. Почему вы не женаты, Филимонов? Я вас могу спросить то же самое. Ну, я абсолютно непригоден в хозяйстве. Ухаживать я не умею. Букеты цветов дарить не могу. Кто меня возьмет? Угу. Несколько лет назад вы привлекались как подозреваемый. Расскажите об этом. Это было в отпуске. Я пригласил друзей на сплав. Не справился с управлением, лодка перевернулась. Спас только девушку. Остальные утонули. Уголовное дело закрыли. Несчастный случай. Могла бы хотя бы из чувства благодарности выйти за вас замуж. Вот. У нее был мотив. А у тебя что? Не могла. У нее муж утонул. Ну, производиться не надо. Все детство вместе дружили. Жили в одном дворе. Я, кстати, сейчас там же живу. Денис с женой. Детей хотели. Меня просили крестным стать. И из-за меня. Ну, никак забыть не можешь. А ты бы смог. Да. А мне когда совсем паршиво становится. Я на крышу дома забираюсь. Мы когда-то молодые. Каждый день там проводили время. Да-да-да. Только коньяк и ты. А у тебя, я смотрю, тоже рыло в пол. Ну, а как бы. Анна Николаевна, можно вас на минуточку? Одну минуточку. Фрейд, ты тоже. В общем, я проверил информацию. Между Филимоном и убитыми никакой связи нет. Ни знакомые, ни друзей знакомых не учились вместе, ни соседи. Перницкий звонил. Он сейчас находится у него в квартире и подтверждает информацию с ремонтом. Надо отпускать. А где работал раньше наш печальный химик? Ну, сейчас уже нигде не работает. Ну, как два года уволился. А до того работал младшим научным сотрудником в МИИ в консервации в пищевой промышленности. Игорь Николаевич, подпишись, пожалуйста. Подписка о невыезде? Да. А теперь криминальная хроника. Трагические события в московской гостинице Министрель обрастают новыми подробностями. Наш источник в одном из московских издательств сообщил, что гибель молодоженов, возможно, дело рук подражателя. Существует мнение, что... Вот. Прислал юрист издательства вместе с книгой. Грамотная работа. Они вас уведомили, что неизвестный прислал им письмо. А в письме он признается, что совершил убийство из книги Далининой. Угу. Мария Далинина, я не слышала про такое. Пресс-конференция через час. Поезжай, познакомься. Прежде всего, от лица нашего издательства хочу выразить искренние соболезнования близким и родственникам убитых Инны и Антона Борисовых. Мы скорбим вместе с вами. И несмотря на то, что только у выдающихся авторов детективов появляются подражатели, мы просим этого подражателя остановиться. Забыл добавить, что Далинина сама подражатель, автором детектива. Встречайте, Мария Далинина! Добрый день. Большое спасибо, что пришли. Я очень рада вас всех видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, дамы и господа, знаете, я убеждена, что тот человек, который совершил это убийство, он не просто читал мою книгу, он наверняка сейчас находится в этом зале, среди нас, где-то совсем близко. Ведь каждый из вас, читая мою книгу, наверняка ставил себя на место главного героя. Спасибо. Таким пиэром можно даже этимологические слова раскрутить и сделать бесцельным. Молодой человек во втором ряду. Как ты думаешь, сторожев сильно обиделся на Париж? А может, ему вообще все равно? Я-то вижу, когда я нравлюсь мужчине. И что, тебе не нравится, когда они за тебя страдают? Конечно, нравится. Просто я считаю, что Олег вообще не имеет права на меня обижаться. У меня со Стивом в Париже был только кофе и все. Кстати, с Олегом у меня тоже был кофе. Но не в Париже, а в нашей столовой. Если он хочет что-то больше, чем просто кофе, он уже должен как-то демонстрировать. Я вообще не понимаю, зачем ты Олегу что-то рассказывал? Простите. Через минуту я ваш. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы? Как вы относитесь к этой секунде? Да, конечно. Очень здорово. Очень рада вас видеть. Спасибо. Мария, здравствуйте. Да, добрый день. Мы могли бы поговорить с вами наедине? Ну, я думаю, что здесь нам будет вполне удобно. Как мы видим, следственные органы очень серьезно отнеслись к появлению преступника, маньяка и подражателя, убийцы, который воспроизвел преступление, описанное в романе «Любовь – это страшный яд». Спасибо огромное. Извините. Отвлеку вас на минутку. Я думаю, в нашей допросной вам будет намного комфортнее. Завтра в одиннадцать. Выдай повестку. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Это был последний вопрос. Спасибо вам. Знаете, вы одновременно мне напоминаете Джойса, Джеймса Джойса и Анжелину Джули. Вас, как Джойса, невозможно читать. И как Анжелину Джули, вы не внесли никакого вклада в мировую литературу. Благодарю. Да, я ее бросил в девяносто третьем году, беременной в Кисловодске. Ну, спасибо, что довезла. Ну, спасибо, что довезла. Ну, ты сама говорила, что Алик не может на тебя обижаться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Удивительное дело. Стоило тебе только нахамить, и ты уже впускаешь к себе домой незнакомого мужчину, даже не спросив его имя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК То есть тебе было мало? Очень мало. Поэтому по довольке я купил еще шампанского, мое любимое. Отличное шампанское. Не оправдывайся. И не думала. Ну, теперь скажи мне правду. Зачем ты забрался ко мне в кровать? То есть, чистота намерений мужчины, споившего барышню ради одноразовой, хоть и страстной половой утехи, ставится под сомнение, этот мир катится в пропасть к чертой матери. Прав. А, да, мне еще говорили, что когда между людьми происходит вот подобное, между ними уже нет секретов. Врали. Нагло врали. Не одевайся. Ну, вот я искренне недоумевая звезда моя. Почему у тебя такое лицо недовольное? Обычно, чтобы добиться признания, лампой в лицо светят, фаланги пальцев плоскогубцами ломают. А тут мужчина к тебе сам пришел, ласковый, сам свет выключил. Прав. Абсолютно прав. Одну минуту. Хотел? Получи мое чистосердечное признание. Ну, хоть не зря съездил. Ну, а почитаешь дома, у меня ж не библиотека, правда? Ну да. Счастливо. Мерзавец. Я получил результат экспертизы по молодоженам. Уже интересно. Отравление. Еще интереснее, чем? Очень редкий яд. Скорее всего, преступник провел в номер полую тонкую трубку и с помощью нее подавал отравляющие вещества. Достаточно очень маленького количества яда, чтобы был летальный исход. А к тому же молодожены занимались, ну… В общем, во время физической нагрузки токсикация организма происходит достаточно быстро. Это что же за яд такой волшебный? О нем сведений очень мало, но он находится на разработке у военных. А почему больше тогда никто не пострадал, если такой сильный яд? Какая-то бракованная разработка. Показываю. Можно? Смотри. Номер молодоженов находится на самом верху. Вытяжка идет снизу вверх. То есть через десять минут в комнате следа яда не осталось. То есть вещественных доказательств у нас нет? К сожалению, нет. Да. Слушайте, ну это не пиар, а наглась какая-то уже. Ох уж мне эти писательницы. Вечно с ними какая-то история приключается. Рей, со мной на допрос. Исключено. Расспрашивать автора, не прочитав его книги, это дурной тон. Хуже только ставить время игроку, у которого решение на стэк. А ты даже не в раздача. Или жрать во время большого турнира, это вообще неприемлемо. А вы знакомы с Инной и Антоном Борисовыми? Это те, которые из гостиницы, да? Нет. В моем романе у молодоженов была фамилия Николаева. А где вы были в ночь, когда произошло убийство? Я летала в Волгоград навестить родителей. Когда прилетели обратно? Вчера утро. У меня даже где-то есть посадочный. Сейчас я поищу одну секунду. Нет, нет, не нужно, не нужно. Я, я сам. То есть я, я сам выясню, были вы на борту или нет. Вы закончили журфак? Да. Вы журналист. А почему книжки пишете? Ой. Два года назад трагически погиб мой супруг Денис. Я осталась в Москве совсем одна. С зарплатой журналистов – 30 тысяч рублей. С зарядной платы за квартиру – 35 тысяч рублей. Ну, как вы прекрасно можете догадаться, все мои сбережения очень быстро кончились. Вы решили написать книгу. Ну, вы сами пишете и этим зарабатываете. Знаете, в нашей стране издаются либо очень талантливые, ну, либо те, кто спит создателем. Ну, вы… очень талантливые. Именно поэтому у моих романов есть реклама. Есть тираж – 50 тысяч экземпляров. Что же вы на меня так смотрите? Можно подумать, вы не прибегали к подобным ветерам в профессиональных целях. Я и не прибегал. Ну, да, вы вряд ли. А вот ваш коллега Фрейдин, он регулярно спит с подозреваемыми. Хотя, может быть, это только со мной. Ты… Ну, что тут скажешь? Слаб человек, грешен. Тоже будешь хлопать дверью? Что-то не так? Здесь не издательство, а вы подозреваемые. И должны отвечать на мои вопросы. Послушайте. Поспокойнее, пожалуйста. А я спокойна. Насколько я знаю, в уголовном кодексе нет статьи, осуждающей талантливых авторов за то, что в них появились подражатели. Поэтому предъявить вы мне ничего не можете. Я могу спокойно радоваться жизни. Радоваться тому, что мои романы издаются. У вас-то еще есть ко мне вопросы? Уважаемый коллега Фрейдина. На сегодня нет. Я, кажется, тебя сдала, да? Извини. Значит так, Фрейдин. Я намного закрывал глаза. Но переспать с подозреваемой – это переходит все границы. Ты вообще осознаешь, какие могут быть последствия для всего отдела? А где сочувствие? Ты представляешь, каково мне на душе? Мало того, что я переспал с убийцей, так мне еще и понравилось. Как мне быть? Убийцей? Ты в постели это понял? И она тебе на ушко нашептала в порыве страсти. Заблуждаетесь, господин начальник Фрейдина. Проверьте, как умер первый муж до Ленина. Я уверен, что он трагически погиб во время сплава. И, кстати, нашим химиком тихим тоже надо заняться как следует. Но я это сделаю сам. Вы не справитесь. Хороший анекдот. Пардон. Там этого издателя привезли. Спасибо. Удачный день, Фрейд. Ты как с нами? Или для тебя расследование уже закончилось? Нет. Мне дико любопытно, как там Сысоев, соучастник или нет? Сделать книгу популярной не так-то просто, если еще автор неизвестен. Поэтому приходится придумывать разные экстравагантные ходы. Убийство, например. Это совпадение. Послушайте, откуда мне знать, как этот ваш подражатель узнал про книгу? Ну, купил, в конце концов. У нас самая читающая сторона в мире. Вы его лучше спросите. Я-то здесь при чем? Мы спросим, когда найдем. Когда найдете, передайте ему мою благодарность. Продажи моментально выросли. Мария уже продолжение пишет. Мои искренние поздравления. А вы не знаете, кого убьют в следующей книге? Нет. А что? Ну, вот представьте. Чисто гипотетически. Молодой преуспевающий издатель найден мертвым в своем кабинете в луже крови. На его теле обнаружено 15 колотых ран и еще и глаза пальцами выдавлены. Вот если такое совпадение будет у автора. Ага. Я не знаю. Мария мне только завтра пришлет планы романа. А я-то здесь при чем? Вот завтра посмотрим. При чем или ни при чем. Хотя… И что это опять было? Это был быстрый и эффективный допрос, в ходе которого выяснилось, что издатель глуп как пробка и самонадеян как бобер. Я второй книги до Лениной. Поверь, я знаю, о чем там написано. Вот. Ты лучше прочитай в первой. Вот. Я отметил. Скажи мне, юный гений, подписчик на журнал «Наука и жизнь», а ты фитили свечей на экспертизу отдавал? Слушай, у Далины фитили свечей были пропитаны мышьяком, чтобы отравить молодоженов. Да. По этой такой легенде убили семейство Медичи. Но это полный бред. Так никого отравить нельзя. Это очень красивая легенда. Но вопрос другой. Ты отдавал фитили свечей на экспертизу? Нет, я не отдавал. Потому что это абсурд. Вот именно по этой причине это и возможно. Поверь мне, фитили свечей… …пропитанным мышьяком. У Далинина действительно алиби. Она летала к родителям в Волгоград. Но ее муж и еще двое действительно погибли во время сплава по реке. Это был несчастный случай. Но выжили двое. Далинина и… Филимонов. Правильно. Он же сам рассказывал об этом. Тем более это точно несчастный случай. Только он не сказал, что девушка, которую он спас, есть до Ленина. А мы не спрашивали. И еще один штрих любопытный от моего электронного друга Стива к образу нашего героя. Филимонов доблестно пять лет трудился в НИИ пищевой промышленности, который по сути является почтовым ящиком. Чего? Эх, молодежь, почтовый ящик – это засекреченное государственное НИИ, которое может вполне разрабатывать отравляющие боевые вещества для нужд армии. И не только. Витя, вызывай группу захвата на адрес Филимонова. Будет собирать. Ты не едешь? Зачем? Новую не застанете. Чего вы ему предъявите потом? То, что он доблестно трудился во благо отечества несколько лет? Да и потом у меня здесь такой жирный фиш выпадает, глупо оставлять. Пока. А мне когда совсем паршиво становится, я на крышу дома забираюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой, 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 стой. Удивительное дело, климат меняется. Ночь, а тепло. Как ты меня нашел? Знаешь, я подумал, все твои друзья жили же в этом доме, а ты в соседнем. Но на этой крыше встречаться удобнее. Только вот попасть сюда проблематично. Тормахнулся с подъездом, консультант. Говори, что хотел, и уходи. Умоляю, только не выбрасывай меня с крыши. Я не люблю, когда меня выбрасывают с крыши. Тебе тоже, кстати, не советую. Всегда успеется. Тем более, что у меня к тебе очень интересный разговор есть. Один. Я? Да, я один. Я всегда один. Один. Филимонов объявлен в розыск. Результатов пока нет. Но в его квартире дежурят оперативники. Да, Ленина. Я выдала ей повестку на сегодня, на полтретью. Совершенно очевидно, что убийца она, а Филимонов – это только орудие убийства. Откуда такая уверенность? Или по определению Фрейд всегда прав? Фрейд прав. Пап, в фитилях свечи был обнаружен мышьяк. Да, я всегда прав. Но чаще всего мои правды не придают значения. Свечи входят в братство номера для новобрачных. Вот эти. Но здесь не был обнаружен мышьяк. А мышьяк был обнаружен всего лишь вот в этих нескольких фитилях, вот этих свечей. Ничего не понимаю. Значит, Филимонов принес свечи с собой, а убил-то он их ядом. Зачем ему вообще убивать молодоженов? Он же не знал Борисовых. Он не хотел убивать Борисовых. Он хотел убивать молодоженов, которые на тот момент поселились в гостинице. И отнюдь не свечами. Да, и причем убить не ядом, а сейчас хлорида… Это не важно чем. Главное, они поставили свечи, как это было в романе. Если бы как у Шекспира было написано, они выпили яд и умерли, мы бы нашли склянку с черепом. Если бы было написано в деле, что забили мясорубкой, мы бы мясорубку нашли. Да. Пришел Сысоев, требует встречи. Это недопустимо. Куда смотрит полиция? Вот куда вы все смотрите? Ну вы успокойтесь, пожалуйста. Что-то произошло? Произошло. Произошло. Кто-то ворвался в мой кабинет, перевернул там все вверх дном, взломал компьютер. Что-то пропало. Пропало. Пропал план нового Романа Долининой. Она мне его вчера ночью прислала, и я его только прочесть и успел. Вы понимаете, что это интеллектуальная собственность. Читатель ждет нового Романа. У меня во всю рекламная кампания идет. Вы успокойтесь, пожалуйста, сядьте. Присаживайтесь. Давайте подумаем вместе. Кому понадобился план Романа? Можешь молчать. Я и так знаю, что история с подражателем была ее идеей. Она использовала твое чувство вины. Ты просто хотел отдать несчастной женщине долг, который лишил мужа. Не знал же, что она попросит убить двух молодых ребят просто так, для рекламы. Это действительно бы лишило все ее проблемы, исцелило бы твои муки совести. Во-вторых, это бы оборвало ее связь с убийцей. Хотя нет, как раз эту проблему она решила сама. Она не могла. Да ладно. Новый роман королевы детектива Марии Долининой. Он уже в издательстве. Советую ознакомиться. У ее литературы есть удивительное свойство сбываться в реальности. Фрейд, он оказался не брав. Про издателей там нет ни слова. Герой романа этот, подражатель. Который убил этих молодоженов, как в первом романе. Маша, она же прекрасный драматург. Простите, кто? Долинина. Она же великолепная драматург. Она же подвесила развязку этот крючок. Подражатель. Грозится убить сначала ее, потом покончить жизнь самоубийством. Игорь, а ты чего тут делаешь? Потом бросается на нее и роман заканчивается. Ну, что бы читатель ждал следующего? Филимонов у Долининой. Вызывай спецназ. Срочно! Извините. Какой второй роман? Скажи. Какой? Ты совсем с катушек взлетела? Скажи. Я даже не начинала его еще писать. Это ты заставила меня это сделать? Я? Заставила? Я всего на все намекнула. Ты все сделал сам. А! Да, дурак ты, Игорек. Мои книги продаются. Я богата и знаменита. Ты мне больше не нужен. Иди. Я им все расскажу. Кому? Кому ты расскажешь, Игорек? А главное, что? Что я попросила тебя сделать так, как в романе? Смешно. Тебе никто не поверит. Тебя нет, Игорек. Ты пустое место. Я убрил тебя! Я убрил тебя! Стоять! 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 На пол, на пол! На пол! На пол! На пол! На пол! Руки! Руки! Лицом вниз! Спасибо. Что? А если б спецназ не успел? Не мог он ее убить. Он же из-за нее двух человек уже убил. Это негармонично. Откуда взялся второй роман? Ну, Фрейд его сам и написал. За три часа, пока мы работали. Да, я быстро печатаю. Одним пальцем. Так, стоп, подождите. Как у тебя получилось отправить письмо с почты этой Марии искусенцы? Стив взломал почту этой Долининой и отправил письмо с ее адресом. Кто такой Стив? Стив – это ее новый парень. Парень? А жучок? А жучок он мне подарил на Новый год. Не подумайте чего. Исключительно дружеские взаимоотношения. Остальное дело техники. Хочешь совет? А теперь туда? Придись чистосердечным. А это все для подростков. Ну, согласись, погода странная. У нас были учения. Вертолет потерял управление. Врезался в склон вулкана. Крайний север. Зима. Раннее утро. До ближайших людей километров тридцать. Ты был в вертолете? Да, еще двое человек. Все ранены. Почти без сознания. Вертолет вот-вот загорится. И тут какой-то мужик начинает нас вытаскивать из вертолета. Это был Фрейд? Да. Так мы познакомились. Он меня спас. Остальные погибли. Скажи мне, а что он делал на вулкане рано утром? Я до сих пор жду, когда он достанет из кармана эту фигу. Субтитры создавал DimaTorzok